Докатилась и до нас. Информационная война Украины против России получила свой отголосок и в Саратове. Некоторые информационные издания страны выдвинули обвинения в убийстве своих солдат председателю региональной общественной организации «Союз добровольцев России». В одной из статей газеты «Донецкая правда» Сергея Дмитриева назвали террористом. В ситуации разбиралась Екатерина Ковальчук. Фотография рукопожатия саратовского добровольца и командира бригады «Призрак» уже облетела все информационные издания Украины. Одна из последних публикаций от 5 января текущего года в газете «Донецкая правда». Ее автор рассказывает об активной помощи Сергея Дмитриева террористическим организациям Луганской Народной Республики. В доказательство, приводя фотографии, скопированные с личных страниц Сергея Дмитриева в социальных сетях, в чем именно заключается помощь саратовского добровольца, так называемым террористам непризнанных республик Украины, автор так и не поясняет. Еще год назад такими, как Сергей Дмитриев, восхищалась вся Россия. Он вместе с сотнями других молодых людей отправлялся на Дальний Восток, чтобы спасать города от затопления. Если на Дальнем Востоке Дмитриев спасал людей, то на Востоке Украины Дмитриев содействовал тем, кто людей убивал. Эта статья с заголовком «Что делает российский спасатель на Донбассе в кампании террористов» была переписана. В первоначальном варианте автор называл Сергея Дмитриева террористом, прибывшим под прикрытием волонтерской работы на территорию республики, чтобы убивать бойцов украинской армии. Но спустя несколько часов такая формулировка была исправлена, и саратовский доброволец превратился в пособника террористам. Сам герой статьи говорит о подкровенной клевете в его адрес. Ведь доставляя гуманитарный груз на юго-восток страны, наши добровольцы рискуют жизнью, попадая под обстрел украинской армии. И ополченцы встают на защиту волонтеров. Украинские так называемые вооруженные силы отправляют туда диверсионные группы, которые убивают без разбора, кто это был, что это был, какую миссию он несет в себе, гуманитарную или военную. Поэтому нас сопровождали из ополчения некоторые подразделения с оружием, как все полагается. Но сопровождали только с целью той, что наш груз доходил именно до населения. И все. Никаких передач гуманитарной помощи именно батальонам ополчения не было. В этой журналистской работе российские политологи видят не что иное, как очередную попытку продолжить информационную войну. Это в основном направлено на украинское население. То есть Украина нуждается в поддержке, украинская власть нуждается в поддержке. Тем более, что и цены растут, и коммуналка растет, и многие экономические трудности. И Европа, допустим, Америка не особенно-то и деньги им дают, скажем, с такой громадной суммы, какие им нужны для такого безбедного существования. Да и коррупция на Украине, в общем-то, она нисколько, скажем, не меньше, чем в России, а может быть даже больше. Вот поэтому, в принципе, они нуждаются в том, чтобы население никак не отшатнулось и поддерживать тот самый образ врага. Саратовский доброволец уже готовит заявление в суд на редакцию газеты «Донецкая правда». В том, что выиграет дело, не сомневается. Говорит, что деньги, отсуженные у газеты за моральный ущерб, потратит на отправку очередной партии гуманитарной помощи для жителей Украины. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.